Нам с вами предстоит за два дня проделать сложный путь от рассмотрения неких абстрактных теоретических концепций до многих проблем практических приложений и технологий. И поэтому, по мере того, как мы будем двигаться дальше на этом пути, мы постараемся во всё большей мере попытаться рассмотреть какие-то вопросы во всё более ощутимом виде. В соответствии с концепциями одного из патриархов современной теоретической физики Утияма, называемой концепцией информационных апполей, которая получила большое хождение на Западе, и которая почти неизвестна среди специалистов в нашей стране, были сформулированы тривиальные, практически самоочевидные исходные предпосылки. Смысл заключается в следующем. Источниками всех полей, заранее я говорю в определённом смысле, потому что в действительности истинное точка зрения гораздо шире, и не совсем такая, но источниками всех полей являются элементарные частицы, и в соответствии с этим каждому независимому кинематическому параметру элементарных частиц соответствует своё материальное поле, которое обеспечивает взаимодействие по данному параметру. Есть независимый параметр масса. Он определяет появление гравитационного поля, которое обеспечивает взаимодействие между объектами, которые обладают массой. Есть независимый параметр заряда. Он ответственен за возникновение электромагнитного поля, которое обеспечивает взаимодействие между объектами, которые обладают зарядами. Независимо от того, обладают они массой или нет, и наоборот, как это можно было бы сказать в отношении гравитационного поля. Можно указать на третий независимый параметр, никак не зависящий ни от массы, ни от заряда. Это спин, квантовый аналог углового момента вращения, в результате чего и как следствие этих общих физических представлений, можно сказать, что неотвратимо должно существовать поле, которое порождается классическим спинам и которое ответственно за взаимодействие между спинирующими объектами, взаимодействие по классическому спину. В принципе, можно было бы эти рассмотрения и продолжить дальше, что представляет из себя достаточно сильный конструктивный путь, как говорят физики, к поиску новых дальнодействий, но даже вот то, что было сказано, достаточно для того, чтобы понять, что введение трассионных полей не являлось некой искусственной операцией, а являлось нормальным ходом в физике, направленным на расширение наших представлений о том, как устроена природа. Как уже отмечалось в предыдущем выступлении, понятие трассионных полей испытало определенную эволюцию, начиная с первых работ Фрине, которые уже упоминались, где рассматривались движения пробной точки по некоторой траектории, не только в некоторой системе координат, но и с учетом системы координат самой точки, внутри которой можно было рассматривать кручение как независимый физический параметр. К сожалению, вот эта часть работ Фрине, как обычно отмечает в своих выступлениях Геннадий Иванович Шипов, эта часть оказалась за кадром, и фактически вся классическая механика на протяжении последующего времени строилась вне учета этого параметра кручения. Наблюдался некий перерыв до начала нынешнего века, до 1913 года, когда появилась первая работа французского математика Эликартана. Затем была предпринята вторая попытка. В связи с работами по теории деформации было обнаружено, что наряду с линейными деформациями наблюдаются, наряду с трансляциями, наряду с этим наблюдаются еще и повороты кристаллов. В результате чего была предпринята вторая попытка, то уже в рамках физики твердого тела описать математические эти операции, которые связаны с этими трансформациями внутри твердого тела. Однако и они, так сказать, неким образом провисли и не дали некого радикального пути в развитии физических, общепсихизических представлений. И только в начале нынешнего века Эликартана была поставлена некая довольно общая математическая задача. И вот то, что я сейчас скажу, это адресовано в основном тем физикам, которые, так сказать, активно задавали вопросы Геннадию Ивановичу Шипову. Уже в начале нынешнего века было известно, что если тензорный анализ позволяет осуществлять простые вычислительные процедуры для того, чтобы описать линейные трансляции, линейные преобразования координат, то хотя можно было до уровня числа довести задачи, связанные с поворотом или вращением координат, но в этом случае вычислительные процедуры получались сложными и громоздкими. Эликартан поставил перед собой задачу, а нельзя ли построить некий математический аппарат, который позволял бы для операции вращения и поворотов получать столь же простые вычислительные процедуры, которые мы получаем для трансляции традиционным аппаратом тензорного анализа. В результате работ сначала Эликартана, а затем, спустя более 10 лет, Германа Вейлен этот аппарат был построен, который хорошо известен любому физику, поскольку на нем зиждется масса направлений в области физики, уж по крайней мере почти вся теория поля, то, что сейчас называется спинорным анализом. Но одновременно с этим Картаном была высказана общая физическая идея. Она, собственно говоря, и содержалась в последнем абзаце его первой статьи в 1913 году. Дословно, в русском переводе она звучала так. В природе должны существовать поля, которые порождаются плотностью углового момента вращения. На протяжении последующего периода времени, вплоть до своей смерти уже после Второй мировой войны, Эликартан, наряду с развитием математического аппарата спинорного анализа, термин, который был придан этому математическому аппарату не им, а Германом Вейлен, наряду с этим пытался найти физический смысл полян поручения. Естественно, что тогда, когда возникает какая-то новая теоретическая реальность, возникают какие-то новые физические объекты, новые физические понятия, то вопрос заключается прежде всего в следующем. А отвечает ли эти понятия некой объективной реальности или нет? И только в том случае, если находится положительный ответ на это, то только тогда становится очевидным, что теория адекватна природе, и тогда снимаются вопросы, связанные с тем, а зачем это нужно делать? Нужно для того, чтобы описывать адекватно природу. Так вот, я хочу сделать небольшое лирическое отступление, связанное с неким историческим фактом, который в методологическом отношении чрезвычайно важен для рассказа, о чем пойдет дальше речь. Дело в том, что в свое время, в начале нынешнего века, в ряде университетов в Европе, наряду с экзаменом, проходили собеседования. И молодой выпускник из учебного заведения среднего образования, будущий гениальный физик, А тогда просто юноша Планк проходил собеседование у одного из патриархов физики того периода времени, профессора Жоли. Поняв, что перед ним сидит неординарный молодой человек, талантливый, профессор Жоли начал уговаривать Макса Планка не идти в физику, утверждая, что здание физики в основном построено, что талантливому человеку там делать нечего, что единственные два белых пятнышка, которые там остались и которые завершат понимание природы, исследовательное строительство здания физики, это несоответствие между экспериментом и теоретическими расчетами в излучении черного тела и некие неясности в интерпретации опытов Микельсона. В конечном итоге и то и другое породило новую физику. Первое было одним из факторов, которое привело к созданию того, что сейчас называется квантовой механикой, а второе было одним из факторов, которое, так сказать, сыграло определенную, хотя может быть и не решающую роль, в создании теории относительности. Поэтому можно в методологическом плане утверждать, что появление физических экспериментов, не укладываются в рамки представлений традиционной физики, из позиции традиционной физики не могут быть полно не только интерпретированы, но и численно рассчитаны, вот такого рода необъясненные эксперименты обычно и говорят о том, что физика неполна, и тогда есть необходимость вводить новые понятия для того, чтобы осознать эту новую реальность. Вот об этих экспериментах пойдет речь сегодня во второй половине нашей встречи. А сегодня мне хотелось бы в моем выступлении рассказать о неком, так сказать, промежуточном этапе между строгой теорией и некими наглядными представлениями, которые позволят нам более ясно понять, что будет происходить тогда, когда будут описываться многочисленные многочисленные эксперименты и технологии. Дело в том, что на протяжении послевоенного периода времени периодически появлялись работы, в рамках которых вводились различные представления с точки зрения интерпретации физических полей как поляризационных состояний физического вакуума. Об этом я скажу чуть-чуть ниже, мне бы хотелось отметить, что к сожалению, ни в одной из этих работ никогда не рассматривался вопрос о чем заключается специфика этих поляризационных состояний. Поэтому возникла необходимость построить некие гипотетические модели, которые бы позволили подойти к этому с неких непротиворечивых позиций. при этом одной из исходных точек были взяты традиционные представления связанные с электронно-позитронным вакуумом Дирака, но может быть так сказать существенно иной интерпретацией, нежели то, что это излагается в исходных работах самого Дирака. Понимая, что есть некий экспериментальный факт рождения виртуальных электронно-позитронных пар, а в принципе потенциальную возможность рождения из вакуума любых пар частиц и античастиц, но в то же самое время отдавая себе отчет в том, что вакуум это состояние без частиц, можно было бы представить себе в соответствии с моделями, которые в начале сороковых годов были разработаны физиком Белинфанте, представить себе, что в принципе каждую элементарную частицу можно было бы интерпретировать как некий энергетический вихрь, который представляет из себя образно выражаясь современным языком некий элемент памяти, на котором записаны все параметры этой частицы и заряд, и масса, и стен, и все остальные параметры. Тогда с этой точки зрения можно было бы сказать, что в тот момент, когда после вот этого акта появления, например, электронно-позитронной пары, как виртуального образования, происходит их исчезновение, можно было бы сказать, что это приводит в конечном итоге к тому, что они не просто неизвестно куда пропали, а они образовали некую систему, когда не сами эти реальные частицы, а вот эти энергетические вихри образовали некую систему, которая представляет из себя систему нейтральную и ненаблюдаемую в среднем по времени и по пространству. И естественно возникает вопрос, что если предположить, что это так, возможно ли это существование такого нейтрального объекта, ненаблюдаемого, или нет, так вот оказалось, что если только предположить, что эти два вихря вложены один в другой, то тогда в этом случае будут полностью скомпенсированы заряды, их истинный заряд будет равен нулю, и невозможны ситуации, когда мог бы возникнуть объект, но аналогичный, например, протону, который тоже не имеет электрического заряда, но обладает неким, хотя и не большим, но электрическим моментом, который приводит в свою очередь к возникновению достаточно сильного магнитного момента. Так вот, оказалось, что в данной ситуации нет. При таком вложенном состоянии получается объект истинный электронейтрален. Если еще при этом предположить, что эти вифры имеют противоположные спины, имеют противоположные направления вращения, то тогда в этом случае и спины будут скомпенсированы, и, учитывая безмассовое состояние частиц в вакууме, то тогда в этом случае можно будет сказать, что действительно такой объект будет не наблюдаем. и вот можно предположить, что тогда в этом случае такие объекты таким образом сконструированы, будут представлять из себя объекты, которые условно были названы фитонами. Вот такой элемент обозначен здесь. И некая плотная упаковка этих фитонов будет образовывать ту самую макроскопическую структуру физического вакуума, который не наблюдаем в среднем по времени. Она себя и по пространству. Она себя не проявляет никак, за исключением вот тех виртуальных процессов, которые отражают внутреннюю динамику физического вакуума. Естественно, возникает вопрос, а каким образом будет меняться такая гипотетическая среда, если в ней будут появляться не и реальные физические объекты? Вариант номер один. Допустим, что в этой среде появился объект, обладающий зарядом. Тогда в этом случае будет наблюдаться процент, который очень хорошо известен в квантовой электродинамике, с помощью которого происходит объяснение такого явления, как лемборгский сгиб в сверхтонкой структуре излучения атомов водорода, как зарядовое расщепление, зарядовая поляризация физического вакуума, когда вот эти объекты, которые первоначально занимали некий общий объем, испытывают пространственное расщепление, в результате чего появляются вот эти электрические диполии. Значит, вот такое поляризационное состояние зарядовой поляризации, оно может быть интерпретировано как электромагнитное поле, и, кстати говоря, такие модели достаточно хорошо и подробно изучены в рамках стандартной электродинамики. Ну, два года, где-то было 20 лет назад у нас была изгнана книжка шведского физико-теоретика Бьергена, в котором было показано, что все, весь аппарат квантовой электродинамики может быть построен, не прибегая к понятию квантов, пользуясь только понятиями зарядовой поляризации физического вакуума. То есть, оказывается, что такая структура, фетонная структура физического вакуума, она приводит к появлению картины, которая для случая возмущения такой середы зарядами просто совпадает с обычными представлениями сквантной электродинамики. Второе случае, случай гипотетический, предполагается, что если существует масса, то в этом случае вот эти два объекта, два витря, которые образуют вложенные состояния, испытывают некие симметричные продольные колебания относительно источника возмущения, относительно некой линии средней. И вот эти продольные колебания могут быть рассмотрены как продольная спиновая поляризация и в таком состоянии мы можем рассматривать эту поляризованную среду как гравитационное поле. При этом нужно отметить, что первым человеком, который аналитически точно отождествил гравитацию с поляризационными состояниями физического вакуума был Академик Сахарков и это было сделано в его опубликованной работе в 1967 году. Третий вариант, когда источником возмущения является спинирующий объект с левым или с правым спином. Тогда оказывается, что если первоначально физический вакуум представляет из себя набор объектов со скомпенсированными спинами, противоположными спинами, то тогда в этом случае если объект возмущения имеет правый спин, то в этом случае тот спин, который в этой среде совпадает с направлением этого спина, он так и останется в этом состоянии, а тот, который противоположен, то этот спин испытает инверсию в поперечной плоскости и образуется спиново-упорядоченная среда, спиново-поляризованная среда, которая будет представлять из себя некое проявление торсионного поля как поляризационного состояния физического вакуума. аналогично можно это рассмотреть и для случая левого спина. Свет, пожалуйста. Так, свет, надо включить. Тогда, когда мы говорим о том, что либо с моделями Зельдовича, который определил зарядовую поляризацию как тождественное состояние электромагнитного поля, или рассматриваем поляризационные состояния спиновой и продольной поляризации, как это имело место по сахару в виде гравитационного поля, мы в этом ряду и рассматриваем и торсионные поля, как тоже специфические поляризационные состояния физического вакуума. И при этом совершенно четко и однозначно можно отдавать себя отчет в том, что если мы говорим о торсионных полях, которые проявляются на уровне вещества, то есть порождаются первичными свойствами элементарных частиц, а не являются первичными торсионными полями, которые представляют из себя другой уровень реальности, предшествующий физическому вакууму и обладающий несколько иными свойствами, хотя здесь основные свойства в основном совпадают, то можно будет говорить о том, что торсионные поля, будучи полями, которые порождаются классическим спином, и могут воздействуя на какие-то объекты производить единственное, это изменять их спиновые состояния. И только в той мере, в какой изменении спиновых состояний может отразиться на каких-то других физических характеристиках может быть доступна для того, чтобы мы оперировали с этими параметрами, как параметрами, которые отображают воздействие торсионного поля. Но вот здесь возникает некое принципиальное обстоятельство, заключающееся в том, что в отличие от электромагнетизма и гравитации, как об этом уже говорил Геннадий Иванович, я хочу обратить на другую сторону, о чем уже говорилось, что торсионные поля, в отличие от электромагнетизма и гравитации, где ситуация предельно простая. Есть источник поля, например, заряд, есть электромагнитное поле, нет заряда, поля нет. Точно так же и для гравитации. Есть масса, которая порождает гравитационное поле, поле есть, нет массы и нет гравитационного поля. Так вот, в отличие от этой стандартной ситуации, а отличие от стандартных привычных ситуаций, является характерным для такого необычного объекта, как торсионные поля, Здесь ситуация гораздо сложнее. То, что мы называем торсионным полем, в действительности является довольно сложным объектом, который может отображать разные проявления физической реальности. Ну вот с одной стороны, значит это классический вариант, когда торсионное поле порождается спинирующим объектом, это лежит в общем ряду традиционных представлений, но наряду с этим можно указать еще на целый ряд ситуаций. Ну в частности, это торсионные поля, которые являются полями самогенерирующимися. В теории известны такие ситуации, они рассмотрены, когда поля представляют из себя, торсионные поля представляют из себя поля, которые являются следствием возбужденных состояний физического вакуума, они сами генерируются. Ну и наряду с этим необходимо отметить реальность, которая, объективную реальность, которая очень широко известна и известна уже на протяжении многих тысячелетий. И это реальность связанная с тем, что тогда, когда мы рассматриваем торсионные поля в общетеоритическом плане и говорим о структуре физического пространства, как это отмечалось в предыдущем докладе, как расслоенных состояний в пространстве, причем пространство, которое обладает дефидовой линейной метрикой, так вот тогда выясняется следующее, что если это пространство существует в невозмущенном состоянии, то оно имеет вот эту вот линейную расслоенность. Если только в этом пространстве появляется объект, который вносит в это пространство геометрическое или топологическое возмущение, то есть какое-то привлинение объекта, то тогда в этом случае оказывается, что физический вакуум реагирует на такое геометрическое или топологическое возмущение перераспределением своих торсионных потенциалов таким образом, что оно в некой локальной области компенсирует это возмущение, которое привносится этим объектом. Ну вот в частности, у меня просьба сейчас пока свет не выключать, потому что здесь при свете видно достаточно хорошо. Будет необходимость это выключить. Так вот, вот если имеется конус, то оказывается, что при внесении такой структуры геометрической, предполагаю, что там, допустим, конус может представлять из себя кону, которая не имеет массы, ну например, массы покоя, конус, который образуется просто вращением лазерного луча. Относительно точника, относительно источника. И вот тогда оказывается, что относительно такой фигуры у нас в том же телесном угле, который соответствует углу при вершине, над конусом, будет возникать правое торсионное поле, статическое торсионное поле, а внутри конуса и за пределами его основания будет возникать левое торсионное поле. Вот как только нарисована такая картинка, те люди, которые занимаются аномальными явлениями, они тут же для себя сделали вывод, могут сделать вывод, что то, что на языке строгой физики называется торсионными полями, которые порождаются подобного рода геометрическими и пептопологическими возмущениями, на протяжении уже не одного столетия известны как так называемый эффект формы, где проявляются непонятные действия на те или иные объекты живой и неживой природы. Более того, можно сказать, что если, например, объектом, который привносит это возмущение, является цилиндр, то оказывается, что баланс этого возмущения приводит к перераспределению потенциалов так, что в том случае, если этот цилиндр короткий, если его диаметр больше, чем половина боковой стороны этого цилиндра, то тогда в этом случае у нас из оснований будет, как указано на рисунке, исходить правое торсионное поле, а левое торсионное поле будет соответствовать области вокруг этого цилиндра. Если этот цилиндр будет длинный, то тогда, то есть, если диаметр меньше, чем половина боковой стороны, то тогда в этом случае будет наоборот, из оснований будет исходить левое торсионное поле, а сбоку от этого цилиндра, с бокового цилиндра, будет наблюдаться правое трассионное поле. Необходимо сказать, что вот эти поляризационные состояния, которые наблюдаются в тех областях, которые были обозначены на этом рисунке, эти поляризационные состояния, они могут быть четко зафиксированы на основе реакции тех или иных физических, химических или биологических систем, которые попадают в область действия этого статического трассионного поля. Вполь скоро произнесены слова, связанные со статическими трассионными полями, то здесь, видимо, необходимо дать небольшое разъяснение, для того, чтобы по аналогии было понятно, о чем идет речь. Если у нас имеется некий спинирующий или вращающийся макроскопический объект, который находится в стационарном состоянии, ну, например, если речь идет о вращении макроскопического объекта, то у него не меняется угловая частота, у него нет асимметрии в распределении масс относительно оси вращения, у него нет ни прецессии, ни нутации, ни момента в поле высокого порядка, то тогда в этом случае такой объект будет порождать статическое трассионное поле. И необходимо сказать, что в этом случае у нас это статическое трассионное поле относительно этого источника будет иметь не центральную симметрию, как это имеет место для электромагнитного и гравитационного поля, а это поле будет иметь аксиальную симметрию. Это очень хорошо было видно вот на тех трех примерах, которые были приведены на предыдущих двух рисунках. Более того, еще одним необычным фактором будет то, что сама интенсивность этого поля вдоль осевой линии от источника будет изменяться очень необычно по сравнению с тем, как мы привыкли в электромагнитизме и гравитации. Это поле будет на некотором расстоянии практически не изменять своей величины, не будет зависеть от расстояния, а затем оно будет обрываться очень резко, практически в ноль, и за этими пределами это трассионное поле не будет оказывать никакого воздействия ни на какие объекты, то есть оно отсутствует. Одновременно с этим необходимо сказать, что в том случае, если условие равноместности нарушается, любое из тех, которые было проведено, то есть либо изменяется угловая частота по какому-то закону, либо если имеется асимметрия в распределении масс, или имеется прецессия или нутация, то тогда в этом случае такой объект становится динамическим источником, он создает волновое торсионное излучение, которое уже не обладает вот этим ограничением на радиус действия, но обладает всем тем набором свойств, о которых необходимо сказать. Первое. В отличие от электромагнетизма, где одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются, в торсионных полях происходит все наоборот. Одноименные торсионные заряды, то есть объекты, которые обладают одинаковым спином или водонаправленным вращением, такого рода объекты наоборот притягиваются, а разноименные спины или вращающиеся макроскопические объекты в разные стороны наоборот отталкиваются. На уровне фундаментальных экспериментов это впервые было показано в работах американских исследователей Тамма и Хаберна на примере взаимодействия лазерных лучей, о чем необходимо сказать. Эти работы были опубликованы в 1977 году. Смысл эксперимента заключался в следующем. Имеется лазерный источник. На бибризме лазерный луч расщепляется на два луча, расстояние между которым составляло несколько более сантиметра. Это уже макроскопический уровень расстояния между лучами. Эти лучи проходили через индикаторную запаянную кювету, которая содержала холодные пары натрия. И затем они продолжали свободное движение. Учитывая, что на макроскопическом уровне кванты и фотоны не взаимодействуют, то поэтому было бы неудивительно, что взаимное расположение лучей ни до этой кюветы, ни при прохождении кюветы, ни после нее не менялось. Это, так сказать, общеизвестный факт из стандартного университетского курса квантовой электродинамики. Но вот дальше наблюдалось следующее. Если только с помощью поляризаторов вводилась циркулярная поляризация в оба луча, то в том случае, если эта циркулярная поляризация была однонаправленной, то тогда в этом случае на макроскопическом уровне было видно, что лучи начинают сходиться, они притягиваются. А в том случае, если циркулярная поляризация была разнонаправлена, то тогда в этом случае лучи начинали расходиться, что свидетельство о наличии сил отталкивания. Вот, кстати говоря, типичный пример того, что с помощью электродинамики в принципе объяснено быть не может. Кстати говоря, спустя, так сказать, порядка 10 лет после того, как эти эксперименты были опубликованы в популярном издании для физики, для физиков в физико-леттерс, вот только после этого появились первые работы, в рамках которых с помощью торсионных полей оказалось возможным на численном уровне показать, что именно так и должно происходить. Третье свойство, о котором необходимо сказать, это отсутствие поглощения природными средами. Этот вопрос несколько более подробно будет обсуждаться чуть позже, но мне хотелось бы сказать, что на экспериментальном уровне, в многочисленных экспериментах, это будет тема обсуждения в докладе завтра, будет показано, что да, действительно, поглощение природными средами не наблюдается вообще. Вот за 10 лет ни в каких экспериментах мы не смогли обнаружить регистрируемые изменения в сигнале, которые могли бы свидетельствовать о наличии поглощения природными средами. Следующее свойство, о котором необходимо сказать, это свойства, связанные с чрезвычайно необычным фактором, это высокой групповой скоростью торсионных пол. Нижняя теоретическая оценка границы групповой скорости составляет величину, которая оценивается цифрой в 10, 9 умножить на С. При этом мне хотелось бы отметить, что первая реакция, которая обычно бывает, тогда, когда обсуждаются подобного рода причины, что этого не может быть. Но при этом хотелось бы напомнить, что с точки зрения профессиональной физики, физика никогда не доказывала, что не может быть скоростей больше скорости света. В теории относительности это один из постулатов. В том, что не может быть скорости больше скорости света, точка зрения базировалась только на том, что не видели эксперимента на протяжении длительного времени, из которых можно было бы сделать вывод, что, возможно, другая точка зрения. Но при этом мне хотелось бы отметить, как мы обычно часто отмечаем в наших выступлениях, что даже в рамках традиционной физики на протяжении последних 15-20 лет картина радикально поменялась. Ну, во-первых, всем, особенно физикам, хорошо известна концепция, связанная с введением таких объектов в теоретическую физику, как тахионы, частицы, двигающиеся со сверхсветовыми скоростями. Появился целый спектр концепций физического вакуума, в частности, многочисленные работы, которые были опубликованы доктором физико-математических наук Бауровым, в рамках которых было показано, что можно непротиворечиво построить теорию, в рамках которой можно рассматривать неотвратимо такие состояния, как состояние со скоростями 2 и 3С. Ну и, наконец, необходимо отметить, что в теории Голдстоуна просто теория изначально не может быть построена, не предполагая наличия сверхсветовых скоростей. Но наряду с этим мне сейчас хотелось бы обратить внимание на другое, что на сегодняшний день за всеми этими теоретическими рассуждениями стоят некие реальные эксперименты, которые говорят о том, что это действительно так. На сегодняшний день имеются три группы экспериментов, выполненные тремя независимыми коллективами. Это первые эксперименты, которые были выполнены в начале 70-х годов доктором физико-математических наук Козырева Николаю Александровичем, затем, которые были повторены в начале 90-х годов на другой приборной базе и с другими звездными объектами группой под руководством Академика Лаврентьева, группой, которую возглавляла Ирина Аршавировна Яганова в Новосибирске, и третий независимый научный коллектив, который выполнял работы по техническому заданию от нашей организации. Это коллектив, который возглавлял кандидат физико-математических наук Пугач из главной астрономической обсерватории Академии Украины, которая возглавлялась академиком Ярского. Во всех этих работах было показано, что можно фиксировать звезды не в их наблюдаемом положении, где их в действительности давным-давно уже нет, учитывая, что электромагнитный световой сигнал идет до нас, как правило, тысячи или миллионов световых лет, а фиксировать звезды в истинном положении. Смысл такого рода экспериментов заключался в следующем. Вот если мы направим телескоп на звезду, как мы ее видим сейчас, в действительности за то время, пока свет двигался до Земли, эта звезда, двигаясь с определенной угловой скоростью, переместилась в другую точку. Вот оказывается, что можно построить некий прибор, который реагирует, выражаясь теми терминами, которые сегодня использовались, на поток торсионных сигналов, который помещается в фокус зеркального телескопа, и если его направить в расчетную область, где должна находиться эта звезда, то, сканируя в этой области, можно найти точку, из которой исходит сигнал. При этом этот сигнал регистрируется даже в том случае, если телескоп закрывается черной бумагой или если он закрывается, ну, например, металлической фольгой, алюминиевой или меткой. Для того, чтобы эти эксперименты были сопоставимы и достаточно чистыми, для этого по взаимной договоренности между двумя названными организациями из Новосибирска и Украины было осуществлено следующее. Из шести звезд, выбранных для подобного рода экспериментов одной и другой группы, по три звезды каждой группы были взяты этими организациями из тех, с которыми работал Козырев, для того, чтобы обеспечить некую преемственность в экспериментах и их сопоставительность. По три звезды было выбрано новыми, разные причем, у одной и другой группы. Второе. Часть экспериментов проводилась и той, и другой группы на том же телескопе, с которым работал Козырев. А часть экспериментов проводилась с телескопами на совершенно другой базе, не в Крыму, а на Кавказе, для того, чтобы тоже, так сказать, получить некий результат, дополняющий то, что было сделано Козыревом. Ну и, наконец, третий фактор. Была существенно ужесточена методика этих экспериментов, и в результате было показано, что, да, действительно, все то, что наблюдалось у Козырева, устойчиво наблюдалось и у этих двух групп. В принципе, можно было бы сказать, если не знать теории торсионных полей, о которой, кстати говоря, Козырев, так сказать, ничего не знал, несмотря на то, что это стандартный раздел в физике, который, так сказать, известен, я говорю, с начала века. Библиография работ по теории торсионных полей, это комментарий к тому, о чем говорил Геннадий Иванович, что, так сказать, здесь ничего не изобреталось заново, а развивалось в русле тех работ, которые осуществлялись на протяжении длительного времени. Библиография работ, которая была опубликована в Керлинском университете три года назад по теории торсионных полей, которая была подготовлена специалистами из физического факультета Московского университета, она насчитывает более 12 тысяч наименований публикации по теории торсионных полей. Практически на сегодняшний день невозможно назвать двух-трех месяцев для того, чтобы в тех или иных журналах, которые достаточно авторитетные и пользуются популярностью в среде физиков, не публиковалось по нескольку статьи по теории торсионных полей. Так вот, мне хотелось бы обратить внимание на то, что в тех экспериментах, о которых идет речь, в принципе, можно было бы говорить о том, что та скорость, которая здесь наблюдалась, она возможна как скорость либо бесконечная, либо, как это утверждал, кстати говоря, Николай Александрович Козырев, либо она невероятно велика, как была названа нижняя оценка этой скорости 10,9 умножить на С, потому что в противном случае этот эксперимент просто был бы невозможен. Кстати говоря, это открывает довольно любопытные горизонты для астрономии. В действительности, вся существующая наблюдательная астрономия может быть охарактеризована, как, образно выражаясь, палеоастрономия. Астрономы наблюдают то, чего уже много миллионов лет нет. Появляется принципиальная возможность на основе тех, того задела, которые сделаны, создать принципиально новую астрономию, торсионную астрономию, которая позволяет наблюдать объекты в космосе в реальном масштабе времени. Так, как они в том виде, в каком они есть сейчас. В этом направлении работы сейчас разворачиваются. Ну и, наконец, необходимо сказать, что очень важным свойством, к которому мы будем неоднократно возвращаться, разбирая фундаментальные и прикладные эксперименты, особенно завтра, это так называемый эффект памяти. Вот ни для кого не представляет, так сказать, трудность в понимании, предельно простого школьного эксперимента, который многие, возможно, помнят, когда делается следующее. На лист бумаги насыпаются опилки, снизу подносится магнит, и затем магнит убирается. И вы видите, как распределяются эти железные опилки на поверхности этого листа. Они повторяют структуру, так всего, повторяют структуру магнитного поля. То есть вот мы можем, взяв такую среду, запоминать на ней структуру этого магнитного поля. Но можно было бы, так сказать, построить эксперимент более сложным образом. Ну, мы, например, могли бы взять некий лист металла, там, например, стали, или железа, положить на его магнит какой-то сложной формы. Затем мы можем этот магнит потерять, мы можем его, так сказать, разрушить, расплавить, что хотите сделать. А затем взять точечный сквит, просканировать его по этому металлическому листу, и по значениям величины остаточной напряженности магнитного поля сказать, какой формы магнит лежал на этом листе. А зная характеристики, магнитные характеристики этого металла, даже сказать, какова величина поля была у этого магнита. Вот, так сказать, запоминание на уровне эффекта действия магнитного поля. Ну, собственно говоря, на этом основаны все магнитофоны и звуковые, аудио и видеомагнитофоны. Так вот, оказывается, что в торсионных полях наблюдается нечто подобное. Ну, допустим, вот я стою на этой трибуне. Я являюсь источником фонового торсионного поля за счет тех многочисленных упорядоченных спиновых систем, которые имеются у меня. Ну, хотя бы мембран клеток, например, многочисленных сред, которые являются аналогами жидкокристаллических структур и так далее. Так вот, оказывается, что вот я, пока я здесь стою, происходит спиновая поляризация физического вакуума. Даже здесь не было воздуха. И, учитывая, что производительность меня как источника фонового торсионного поля неделька, то по мере, чем дольше я здесь буду стоять, тем больше будет удельная поляризация элементов физического вакуума на единицу объема. И тем более интенсивным будет проявляться эта поляризация. Вот произошла эта поляризация, а затем я взял и отошел в сторону. А эта поляризационная структура здесь осталась. Так вот, оказывается, что по спинам можно осуществлять запоминание как по свободному пространству, так и по на уровне поляризации по классическому спину на уровне различных веществ в разных состояниях. Жидких, твердых и газообразных. В этом случае, поскольку торсионные поля никак прямо не связаны с магнетизмом, я еще раз повторяю, что в первом приближении это поля, которые порождаются классическим спинам, то тогда мы можем взять материал, который вообще не обладает магнитными свойствами и подействовать на него торсионным источником, который создает какую-то структуру пространственную и торсионного поля, то тогда поляризовав эту среду, это вещество этим источником, мы вызовем в нем возникновение памяти по классическому спину, которое будет в течение длительного времени удерживаться. Если учесть, что поляризованные по спинам материалы будут в определенной мере использовать эффект, с которого мы начали, это такое свойство, как притяжение одноименных спинам, то тогда оказывается, что такая, такой спинного поляризованный объект может образовывать устойчивые структуры, которые могут существовать сколь угодно долго, потому что разрушить их, оказывается, чрезвычайно сложно. Вот эти эффекты, они, так сказать, нашли свое применение, это свойство торсионных полей, нашло свое применение в целом ряде технологий, как технических, так и медицинских, о чем, так сказать, пойдет речь несколько позже. Теперь мне хотелось бы отметить еще одно важное обстоятельство, важное, так сказать, для дальнейшего изложения и имеющее отношение к одному из вопросов, которое было задан чуть раньше. дело в том, что есть ряд физики парадоксов, которые не находят своего объяснения на уровне процесса, то есть так, чтобы физик мог это пощупать. Ну, например, не только физики, но даже инженеры уже многие хорошо знают, что есть такой эффект, как, например, тоннельный эффект. Значит, частица с небольшим электрическим потенциалом может преодолеть потенциальный барьер, который за счет этого тоннельного эффекта, который там сотни раз превышает потенциал этого объекта. Но до сегодняшнего дня никто в физике не может сказать, а с точки зрения первичных механизмов, что сопровождает прохождение этой частицы через этот барьер, что делает возможным сам факт этого прохождения. Мы просто констатируем факт, что так есть. И для многих возникает ситуация, что вроде бы для физики все понятно. В действительности, еще раз повторяю, на уровне процесса никто ничего объяснить не может. Это еще предстоит сделать. Так вот, есть извечные противоречия. В рамках одних концепций, ну, например, Ньютоновских, Эйнштейновских, физический вакуум интерпретируется, или эфир, как во времена Ньютона, интерпретировался как среда, которая обладает упругими свойствами. Вплоть до, так сказать, свойств, как, некий аналог твердого тела. Или, как любят говорить некие непрофессионалы и любители, физический вакуум обладает свойствами кристаллов. Оставим такие утверждения на их совесть. С точки зрения электродинамики, физический вакуум обладает свойствами сверхтекучести. И тогда возникает некое противоречие. Как же так? Одна точка зрения вроде бы исключает другую точку зрения. но дальше возникает ситуация, которая снимает это противоречие. Если мы вспомним то, с чего мы с вами начинали, то мы с вами пришли к выводу, который однозначно вытекал просто из той картинки, которая была здесь приведена. мы рассматриваем электромагнитные поля как одно фазовое состояние физического вакуума, как некое образное вооружение. Одно поляризационное состояние. Другое фазовое состояние тогда, когда мы рассматриваем электромагнитное поле. И третье фазовое состояние тогда, когда мы рассмотрим физический вакуум, поляризованный вот по закону поперечные поляризации и тогда оказывается что то что получаются такие разные точки зрения они оказываются не противоречит друг другу в разных поляризационных в разных базовых состояниях одна и та же среда проявляет себя с помощью разных свойств нет тут никакого противоречия да действительно если мы сталкиваемся с этими поляризационными состояниями то мы имеем дело с сверхтекучестью а если мы связаны с этим поляризационным состоянием то вы имеем дело с уроком тела нет никакого надо отметить что возможность столь непротиворечивой интерпретации создает очень благоприятные условия для конструктивного подхода к решению тех практических задач которые возникают тогда когда речь идет либо фундаментальных экспериментов или о прикладных задачах которые перед нами стоят мне хотелось бы на этом закончить и оставить несколько некоторое время до перерыва для ответа на вопросы но я хотел бы закончить показывать еще одного очень важного рисунка результат описание этого реального эксперимента которые показывают что на уровне торсионных полей состоянии тех базовых состояний которые соответствуют поперечной спиновой поляризации физического вакуума мы сталкиваемся также как и случаи с гравитациями с упругими свойствами этой среды среды физического вакуума вот задан вопрос а вот если и кранировка да были разработаны специальные спинного поляризованные материалы в рамке было показано таким образом должна реализовываться геометрия таким образом спинного поляризованных материалов для того чтобы создавать экранирующие свойства по отношению к торсионным полям значит и как только возникает понимание того что торсионные поля это спинного поперечно поляризованный физический вакуум то возникает тут же некая аналогия с электромагнетизма тогда когда мы говорим о материалах которые обладают определенными спиновыми свойствами но на уровне электронов на внешних орбитах как это имеет место поляризатора тогда в этом случае становится очевидным что точно так же как на уровне вот этих поляризационных свойств мы взявшие два поляризационных скрещенных материала создаем некую некий прибор который не пропускает электромагнитного света света как электромагнитной волны если у нас торсионное поле является спинного поперечным состоянием физического вакуума то тогда в этом случае как это и было подтверждено экспериментально мы можем взять спинного поляризованный материал и затрону поляризованный вот на направлении и если мы два таких спинного поляризованных материала например из бумаги или из там полиэтиленовой пленки разработаны технологии как создавать такую не затрону спинную поляризацию то если мы возьмем их скрещенном состоянии но тогда в этом случае они будут создавать торсионное поле который будет непреодолима для внешнего трассионного поля естественно что так же как и это эксперимент пока нет эксперимента показали что также как в области электромагнетизма нельзя создать скрещенные поляризованные технические которые бы одинаково эффективно работали во всех диапазонах электроид спектр электромагнитного пола даже на видимый участок света на видимый участок электромагнитного диапазона и существует промышленно изготовляемые чемоданы с наборами поляризаторов на разные участки видимого видимого света так вот точно так же и здесь оказалось что можно перекрывать гораздо большие частотные диапазоны но доскать все-таки каждый такой фильтр работает для своего участка так вот с такого рода фильтрами были выполнены очень интересные эксперименты которые заключались следующий начнешь не и источник торсионного поля и вот это торсионное поле канализован канализуется и она воздействует на нет и объект с которым изменяются какие-то там характеристики которые могут быть измерены прекрасно дальше мы берем два таких поляризатора торсиона и они создают используя в сочетании тогда они однонаправлены они прозрачны для такого сигнала и мы в этом случае наблюдаем в этом объекте такие же изменения как если быть поляризаторов не было теперь мы используем скрещенные поляризаторы и тогда оказывается что никаких эффектов действия торсионного поля монета объекте не видим у нас идеальный экранировка но тогда мы делаем следующее и вот это подтверждает то что в состоянии спиновой поперечной поляризации физический вакуум действует как некий ансамбль неразрушимый твердый вот у нас имеется источник торсионного поля он создает излучение в двух противоположных направлениях и в обоих направлениях почему это возможно и в таких случаях об этом я буду говорить следующих своих поступлений он создает и влево и вправо ну допустим правое торсионное поле так так же как и здесь допустим право и вот мы видим что тогда когда этих поляризаторов нету то сплево и справа и эти же самые физические объекты меняют себя так как они изменяли вот в первом эксперименте да действительно торсионное поле действует и действует так же как вот мы наблюдали вот здесь когда вообще ничего не теперь мы берем и ставим два скрещенных поляризаторы не так здесь которые бы перекрывали один луч а по разные стороны от этого источника и эффект действия лучше пропадали скрещенные поляризаторы находятся по разные стороны от источника то есть они запирают все пространство внутри которого находится источник корсионного излучения ну вот на этом я хотел бы закончить